ВООРУЖЕННЫЙ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Они единогласно поддерживают все без исключения авантюры Путина. Вопрос об использовании вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Идет голосование. Решение принято единогласно. Я вас благодарю. Их задача узаконить войну и сделать все так, чтобы ни у одного гражданина России не возникали сомнения в правильности государственного курса, чтобы все без исключения жители страны верили в ту ложь, которой одну шестую часть суши забрасывает кремлевская пропаганда. Преступление, о котором должен знать весь мир. Совет Федерации направил обращение к парламентам и народам мира в связи с террористическим актом киевского режима на Каховской гидроэлектростанции. Разрушение плотины дамбы Каховской электростанции – это чудовищное преступление. Это и террористический акт, и чудовищное военное преступление. Цель этого репрессивно-карательного органа – одобрять законы, которые, с одной стороны, развязывают руки Путину в его кровавой бойне в Украине. Президент Зеленский перешел все красные линии. Спасибо вам большое за участие. Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Вместо того, чтобы заставить это делать, они нам машут все время пальцем, угрожают санкциями. Вместо того, чтобы понудить к миру, так скажем, Украину. А с другой – ограничивать права и свободы российских граждан и расширять репрессивные возможности силовиков и чиновников, которые и так уже давно убиваются вседозволенностью. Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией. В чем здесь можно меня обвинить? В том, что я ношу не пластиковые часы и дорогие костюмы. Если вводить единицу цинизма и аморальности, я назвал бы ее один клишес. Измерять самый цинизм в клишесах. Все это – верхняя палата российского парламента, Совет Федерации. С его трибуны можно услышать, например, вот такую псевдонаучную чушь. Сегодня возникла реальная технологическая возможность в процесс эволюции человека. И цель – создать принципиально новый подвид гомо-сапиенс служебного человека. Вы можете создавать ложную картину действительности внутри человека, как бы там солдат, операторы и так далее. В этом королевстве кривых зеркал воплотили в жизнь все фантастические сценарии Джорджа Оруэлла. Ну вот за 30 лет раздельного существования, как два независимых государства, что Россия сделала плохого Украине? Что Россия сделала плохого? Путин все устроил так, что Совет Федерации, государственный орган, призванный соблюдать демократию посредством разделения ветвей власти, стал полностью марионеточным и зависимым от Кремля. Решение принято единогласно. Всем этим Шапито уже 12 лет руководит Валентина Матвиенко. Сегодня в большинстве наших регионов открываются летние оздоровительные лагеря, построены новые корпусы. И мы, конечно же, эту программу будем продолжать. Снимаем оружие с предохранителя, целимся и стреляем. Формально спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко – третий человек в России после президента и премьера. Киевский марионеточный режим, он не только не хочет, но он не может ничего решить. О ее красноречии ходят легенды. Ее цитаты становятся мемами и уходят в народ. Над ней смеются и в Кремле, и за его пределами. Но это не важно, когда ты удобна всем – от коммунистов до реформаторов. У нас город удивительный. Вот сейчас возвращаясь к тому времени, 20 лет назад, когда были пустые полки магазинов, когда никто не знал, что будет завтра, в сознании, в головах петербуржцев жила мысль о возвращении городу его исторического названия. В 2016 году, когда российское правительство уже активно тратило деньги на захватническую политику на Донбассе и освоение оккупированного Крыма, Матвиенко предложила лишать безработных бесплатной медицинской помощи. Мол, нечего помогать тем, кто не платит налоги. Каждый должен нести свой чемодан. Товарищи начальники, а вы ничего не перепутали при ваших-то доходах? Взять хотя бы Валентину Иванну всю жизнь в чиновниках и найти вам миллионерша. Сын, оскандалившийся участием в грабеже, миллиардер, отмечающий день рождения, по сообщению Фонтанкеру, в Юсуповском дворце. А медицинные лекарства для них бесплатные. Первый заместитель Матвиенко – вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он ездил по оккупированным территориям Украины и рассказывал, что Россия здесь навсегда. Россия становится все ближе и ближе, но я бы даже сказал, что уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. Все чаще и чаще люди понимают, что и даже спрашивают, скажите нам, что Россия здесь навсегда. Сейчас те территории, где, по словам Турчака, Россия должна была остаться навсегда, обстреливает российская артиллерия, убивая мирных жителей. И хотел еще раз обращаясь к жителям Курсовской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. Приступайте к отводу войск. Турчак, как и Валентина Ивановна, и вся путинская комарилья, тоже из Санкт-Петербурга и также член Единой России. Точнее он секретарь Генерального совета партии, в прошлом председатель Молодой гвардии Единой России. Во время рабочей поездки Андрей Турчак вместе с губернатором Александром Бурковым посетил и Омский кадетский корпус. В новых учебных корпусах, сданных год назад, установлено самое современное технологичное оборудование. Оно позволяет использовать в обучении интерактивные технологии. К примеру, есть тренажер, полностью имитирующий прыжок с парашютом. Турчак решает конфликты в стиле бандитских 90-х. В 2010-м корреспондент газеты «Коммерсант» Олег Кашин в своем блоге охарактеризовал псковского губернатора довольно грубым словом. Сраный Турчак. На что тот в комментариях потребовал извиниться в течение суток. Извинений от Кашина не последовало, а спустя три месяца на него было совершено покушение. Нападавшие нанесли ему более полусотни ударов, в том числе арматурным прутом, у подъезда дома в центре Москвы. Журналиста, наверное, убили бы, но нападавших спугнул вышедший сосед. По версии следствия, исполнителями нападения были работники службы охраны Петербургского механического завода, который входил в принадлежащий Турчаку колдинг «Ленинец». Жена одного из фигурантов дела заявила, что Турчак лично давал указания об избиении журналиста. Но высокопоставленный чиновник вышел сухим из воды. Как вы объясните тот факт, что по очень резонансному и важному для общественного мнения вопросу делу Кашина вы не были допрошены? Что касается дела Кашина, уже неоднократно мной были даны комментарии по этому поводу. У вас ошибочная информация по поводу следственных действий, которые были по этому делу проведены. Поэтому я бы предложил вам пользоваться первоисточниками, а не домыслами, слухами и сплетнями, которые отображают некоторые наши средства массовой информации. Совет Федерации до полномасштабного вторжения России в Украину состоял из 170 сенаторов. Туда входили по два представителя каждого из 85 субъектов Российской Федерации. Однако с недавних пор там появились так называемые сенаторы от оккупированных – Херсонская, Запорожская областей и ЛДНР, еще раньше – Крыма. Как сенаторы новых регионов, конечно, мы услышали самые важные акценты – это усиление и продолжение процесса интеграции новых регионов в правовое поле, в политическое поле Российской Федерации. Насколько это народные сенаторы можно судить на примере Константина Басюка, который в Совете Федерации представляет Херсонскую область. Этот выпускник высшей школы КГБ СССР и ФСБшник родился в Казахстане, а всю жизнь прожил в России. До 2022 года не имел никакого отношения к Херсонской области. Про Басюка, как и про большинство представителей российских спецслужб, известно мало. После работы ФСБ стал предпринимателем и внезапно вошел в Совет директоров аэропортов Владивостока и Хабаровска. Аэропорт – это ворота и региона, и края Дальнего Востока. Поэтому от того, насколько эти ворота будут комфортными, красивыми и удобными, будет зависеть в том числе и качество жизни. Прокремлевские издания пишут, что Басюк принимал участие в обеспечении региональных выборов в законодательные собрания и муниципальные образования на территории России, преимущественно на Дальнем Востоке. Формулировка «обеспечение выборов» в данном случае, скорее всего, обозначает изображение нужных для победы цифр напротив фамилий правильных кандидатов. Михалыч, в целом, в крае ситуация складывается важнейшим направлением и показателем удовлетворительных. После российского вторжения в Украину и создания марионеточных правительств в оккупированных областях, Басюк стал советником коллаборанта Владимира Сальда, которого в Кремле назначили так называемым исполняющим обязанности главы администрации Херсонской области. Регионы активно подключились к налаживанию нормальной жизни в регионах. В Херсонской области планируют развивать туризм. Сейчас идет восстановление необходимой инфраструктуры, рассказал сенатор от региона Константин Басюк. Президент говорил о транспорте, о инфраструктуре, о развитии туризма, о строительстве, о здравоохранении, об образовании. О всех базовых отраслях, которые будут интегрироваться в состав Российской Федерации. Для нас это очень важно, что этот курс сохраняется. Заботу о вверенном в руки Басюка оккупированном Херсонском регионе красноречиво иллюстрирует это видео. На кадрах так называемый сенатор вместе с коллаборантом Сальда приехал на место известной летней тусовки российских чиновников. Петербургский экономический форум, где посетителям предлагают блины с черной игрой за 6,5 тысяч рублей. В то время как Херсонская область, особенно ее оккупированная часть, тонет и борется с последствиями российского подрыва Каховской ГЭС. А этот сенатор Совета Федерации Андрей Клишас любитель того, что богемная тусовка России называет тяжелым люксом. Всего часов у Клишаса мы насчитали на 163 миллиона рублей и это далеко не все. Каждое из эксклюзивных часов, которые Клишас меняет как перчатки в зависимости от костюма и настроения, стоит как квартира в центре Москвы. Еще у Клишаса до полномасштабного вторжения России в Украину была роскошная вилла площадью почти 1000 квадратных метров на берегу озера Лаго Маджоре в Швейцарии. Это имение в какой-то полусотне километров от центра роскоши и мекки российских модников Милана. Да, настоящий фанат Путина должен жить только так. При этом публично сенатор Клишас истрогает ненависть в отношении западных стран. К своим соотечественникам проявляет похожее чувство и активно поддерживает законодательные репрессии в отношении тех, кто критикует российскую власть. Несен законопроект, по которому людей будут штрафовать на 5000, а потом даже сажать на 15 суток за проявление неуважения к власти в интернете. Поэтому я эту купюру прямо сейчас вот при вас откладываю на будущий штраф. И теперь ни в чем себе не буду отказывать. Клишас в середине 90-х обогатился на незаконной приватизации гиганта Норникель. Многомиллиардное предприятие, которое строили в Заполярье всем Советским Союзом, было продано практически за бесценок олигархам Потанину и Прохорову. Сейчас, когда вы видите репортажи о том, что Потанин на 6-м месте списка Forbes с 16 миллиардами долларов, а Прохоров на 13-м месте с 9,5 миллиардами долларов, то вот, вот откуда вселись все эти деньги из норильского никеля. Больше не было никакого предпринимательства или бизнеса, не было ничего. Ну так мы отвлеклись от нашего Клишаса. Наш герой, тогда еще гораздо более худенький, вот это все и оформлял от имени государства. И очевидно, его усилия были оценены по заслугам, потому что сразу после того, как норильский никель у нас с вами украли, покинул государственную службу и пошел работать куда? В Аннексимбанк к олигархам Прохорову и Потанину. После того, как Клишас вместе с олигархами успешно присвоил государственное предприятие, он решил пойти в политику и стал сенатором от Красноярского края. Это главный путинский солдат в деле борьбы с интернетом. Именно он придумывает и вносит самые идиотские, самые вредные запреты, направленные на то, чтобы вы не могли вот в этой нашей сети ни говорить, ни смотреть, ни читать, ни писать. Все должно быть с разрешения Путина, Медведева, Единой России и, видимо, нашего героя, сенатора от Красноярского края Андрея Клишаса. Довоенное законотворчество Андрея Клишаса стало предвестником той тотальной цензуры, которая воцарилась в России после полномасштабного вторжения в Украину. Он является автором и вдохновителем львиной доли запретительных, неконституционных законов, принятых за последние два путинских срока. Про СМИ и иностранных агентов и безумные штрафы – это он. Про уголовку за одиночные пикеты – тоже ему спасибо. Но вот недавнее про изоляцию российского интернета. Чит один закон о том, чтобы ввести в Россию суверенный интернет, то есть отгородиться от мирового интернета, ну, естественно, с целью полного контроля, послушания, недопуска какой бы то ни было чужой информации, ну, скажем так, честной информации и так далее. Значит, а сделать вот точно как у Владимира Сорокина в Дне опричника там в мире был интернет, а в российской этой самой монархии а-ля Ивана Грозной там был интер-да. А эта женщина – еще один сторонник цензуры в интернете в России. Сенатор Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина ненавидит тех, кто уличает во взяточничестве российскую верхушку. Так в 2017 году Мизулину возмутили школьные уроки борьбы с коррупцией. Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией, причем с 1 по 11 класс. Детям предлагают рисовать картинки, предлагают информацию, например, такого свойства, где пирамида, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, там рядом с Узбекистаном, и такое формирование патриотизма происходит. После этого выступления Мизулиной сенаторы по предложению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко поручили Комитету Палаты по образованию проверить информацию об уроках по борьбе с коррупцией. Патриотизм – это одно, а борьба с коррупцией и навязывание в разных школах – это очень опасная тенденция. В конечном итоге к 2022 году уроки по борьбе с коррупцией полностью вытеснили уропатриотические разговоры о важном, среди которых – обоснование необходимости убийства украинцев в развязанной Путиным войне. Как правильно дисциплинировать себя и свою работу? Трудолюбие вообще – это отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Елена Мизулина неоднократно обвиняла своих оппонентов в принадлежности к так называемому педофильскому лобби. Именно она одной из первых в России заговорила о традиционных ценностях. Приехав в 2015 году в Казань на форум программы «Святость материнства», она призвала запретить аборты в частных клиниках и даже нашла в Семейном кодексе лазейки для однополых браков. Возможности для заключения однополых браков и развития этой сферы тоже заложены в Семейном кодексе. Вы там найдете запреты? Нет. Там есть даже нормы, которые вообще-то разрешают вам заключить брак на территории другого государства, а в России он признается. Мизулинские традиционные ценности теперь стали основой государственной политики России. В то время как Госдума борется с трансгендерами, практически ни одна речь Путина не обходится без родителя номер один и родителя номер два. Критики Запада, откуда исходит вся эта нечисть, и таким образом оправдание развязанной войны в Украине, как борьбы за те самые традиционные ценности. Что касается родителя номер один, родителя номер два, я уже как-то публично говорил, и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителя номер один, будет папа и мама. Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три, совсем с пяти лежат? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины, якобы существуют еще некие гендеры? И предлагали сделать операцию по смене пола. Разве мы все этого хотим для своей страны и для своих детей? Для нас все это неприемлемо. У нас другое, свое будущее. Дочь Елены Мизулина Екатерину, которая является главой Лиги безопасного интернета России, называют главным стукачом России. Она одновременно умудряется высмеивать фейки о коронавирусе и утверждать, что не считает фейками, с которыми нужно бороться, заявление Михалкова о чипировании населения планеты Биллом Гейтсом. А это все, естественно, это диверсия, международный заговор, диверсия мирового правительства для уничтожения человечества, Билл Гейтс и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы снизить популяцию планеты, потому что людей очень много, еды очень мало, и надо делить ресурсы и, соответственно, сокращать население планеты. Это не прививка, в нашем понимании, это чипирование. Официально задокументированный факт. Причем в нем, никуда не деться, есть ощущение некой библейской нотки. Вот послушайте. Это патент под кодовым номером WO 2020 06 06 06. Как вы относитесь, когда великий режиссер такое говорит? Никита Сергеевича я уважаю. Я знаю, как он готовится к программам. Это очень серьезная проработка. У него под каждое слово есть документ. Если завтра Никита Сергеевич расскажет о том, что в 11 вечера подойдите к окну, покажите паспорт. Я не думаю, что он это расскажет. Его история с 5G, она такая же, простите, на мой взгляд. И вот у вас померят температуру. Вы будете с этим работать? Или вы доверяете великому режиссеру и его источникам? Я не думаю, что мы возьмем это в работу. Потому что Никита Сергеевич? Потому что Никита Сергеевич. В последние годы Екатерина Мизулина не уступает своей матери в известности. Она активно высказывается за цензуру в интернете, штрафы иного рода санкций в адрес СМИ и социальных сетей, которые не соблюдают российское законодательство. Ее инициативы на эту тему регулярно оказываются в центре внимания СМИ. Екатерина Мизулина называет граждан, выехавших из России и несогласных с вторжением в Украину, петухами, а отъезд из страны – очищением от нежелательных лиц. Мизулина-младшая теперь еще и приплетает везде актуальную фашистскую повестку. Сначала зачистим Украину от нациков и бандеровцев, а потом перейдем к зачистке и гугла, и википедии. Но вернемся к членам Совета Федерации. На выплату зарплаты и прочие расходы каждому сенатору государство выделяет сумму в размере полутора миллионов рублей, что даже с учетом нынешнего курса рубля составляет 18 тысяч долларов в месяц. А в довоенные времена это было больше 24 тысяч долларов. Каждый сенатор имеет право арендовать в своем регионе офис, автомобиль, пользоваться услугами водителя и нанимать персонал. Несмотря на то, что Россия стала государством-изгоем, а ее политики – персонами нон-грата, на расходы, связанные с командировками в зарубежные страны, сенаторам выделяется около 200 тысяч рублей в сутки. На услуги связи в год – 27 миллионов рублей. Я хочу еще раз вас поблагодарить за приглашение посетить вашу замечательную страну и за оказанное нашей делегации внимание, истинное такое мозамбикское гостеприимство. Из-за вторжения России в Украину все сенаторы и Совет Федерации, как учреждения, внесены в санкционные списки США. Из-за аннексии украинских регионов, так как Совет Федерации России единогласно проголосовал за одобрение просьбы Путина ввести войска в Украину, что стало неоправданным поводом для полномасштабного вторжения России в Украину. В годовщину начала кровавых событий 24 февраля 2023-го Совет Федерации также был внесен в санкционный список Канады, как учреждение, причастное к продолжающемуся нарушению России, суверенитета и территориальной целостности Украины. Принятие сегодня решения Совета Федерации о согласии на использование вооруженных сил направлено на установление мира на Донбассе. Несмотря на то, что сама икона путинской коррупции Валентина Матвиенко еще с 2014 года находится под западными санкциями, ее итальянская вилла по-прежнему доступна для членов семьи спикера Совета Федерации. Как пишет итальянская пресса, сын Валентины Матвиенко Сергей, долларовый миллиардер, который входит в число 500 богатейших людей России, в конце прошлого лета приезжал отдохнуть в свое имение в Пезеро, вскрытое подальше от посторонних глаз. Это вилла семьи Матвиенко. Только береговая линия у этого участка протягивается на 650 метров. Кстати, видите маяк справа наверху? Это не просто какой-то старый никому не нужный маяк. Это маяк военно-морского флота Вооруженных сил Италии. То есть военный объект НАТО. На гугл-картах он помечен как военная база. Стоит всего в 50 метрах от забора виллы. Вот так уютно устроилась семья Матвиенко в тылу врага. И все же прогресс в деле борьбы против пособников Путина есть. Из-за поддержки аннексии Крыма и российского вторжения в Украину, сенаторы Турчак, Мизулина Клишас и другие находятся под санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады и ряда других цивилизованных государств. Швейцарская резиденция Клишаса в мае 2022 оказалась под санкциями властей местного кантона Тычина. Российский политик больше не имеет права продавать или совершать иные сделки со своей швейцарской недвижимостью. Объект заблокирован в рамках ограничений, введенных против чиновников и олигархов, близких к президенту Путину. Все, что добыто непосильным трудом, скажу так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда. Должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей. Российские сенаторы, если не в первом ряду среди кремлевской верхушки на очередь в ГАГу, то уж точно во втором. Когда в России закончатся времена единогласного одобрения путинской тирании, уйдет в историю и подконтрольный кремлевскому диктатору Совет Федерации, благодаря которому Путин вторгся на территорию соседнего государства и развязал крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.